Доброго утра! В эфире канал ОТС Новости. С вами в студии Алина Штокова. И в следующие несколько минут вы узнаете, за что ветераны благодарны современной молодежи, какие необычные вакансии появились на рынке труда и почему подростки стали более законопослушными. В Институте цитологии и генетики сегодня день открытых дверей для журналистов. Ученые расскажут о геномном центре мирового уровня, который создадут в ближайшем будущем. Новосибирский институт планирует сотрудничать с Курчатовским. Это главный российский центр генетических исследований. Кроме того, в нашем академгородке появится Дарвиновский образовательный центр. Сегодня ученые покажут и новые фармацевтические препараты, которые разработали в сибирских лабораториях. Более подробно мои коллеги расскажут обо всем этим вечером в выпусках новостей. Не пропустите. Их возможности на самом деле безграничны. Сегодня в Москве стартует Обилимпикс. Это национальный чемпионат по профмастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ. Соревнования проходят уже в пятый раз. Сборная Новосибирской области их постоянный участник. Она стабильно показывает высокие результаты и входит в десятку лучших команд страны. Но ребята настроены на более высокие достижения. Соревнования проходят по нескольким десяткам компетенций. Это и строительство, и вышивка, и медицинские услуги. Для чемпионата Обилимпикс это очень важная составляющая нашей работы профориентационной сегодня. И могу точно сказать, что по итогам регионального первенства мы сформировали команду. Ребята поедут в Москву для того, чтобы представлять интересы Новосибирской области. Наша основная задача, чтобы детям с ограниченными возможностями здоровья, предоставить возможность, прежде всего, получать образование профильное, то, которое им интересно в условиях Новосибирской области. Ну и дать им возможность проявить себя в своей профессии уже на территории Российской Федерации в конкурентной борьбе. В свои 95 он читает стихи, внимательно следит за веревыми событиями и с оптимизмом смотрит в будущее. Ветеран Великой Отечественной войны, житель Качковского района Владлен Егорович Квашнин, накануне отметил свой юбилей. Какие воспоминания почти за целый век жизни накопил наш герой, и за что он благодарит нынешнее поколение, расскажут мои коллеги. Поздравления и от президента, и от губернатора, и от главы. Вот здесь передаю все в пакетик, потом посмотрите, почитаете. Сегодня у Владлены Егоровича полный дом гостей. Все спешат поздравить юбиляра с праздником. Дарят подарки, цветы и желают долгих лет жизни. В свои 95 ветеран еще полон силы и энергии. Старается быть в курсе всех событий, следит за мировыми новостями. А еще с удовольствием читает стихи для гостей. Сказку Венского леса я увидел в кино. Это было недавно, это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда, что я с юностью нашей расстаюсь навсегда. Свой первый бой Владлен Егорович принял под Сталинградом. Получил ранение. За боевые заслуги фронтовик награжден пятью орденами и более чем двадцатью медалями. Сегодня его благодарят за мирное небо. А он за акцию «Бессмертный полк». Это очень знаменательное мероприятие. И эту инициативу подхватил весь мир. Вот вашему поколению за это спасибо. Владлен Егорович с нетерпением ждет весны. В планах 9 мая побывать на монументе славы. Отпраздновать 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС. Их теологи и главные по тележкам. Аналитики сервиса по поиску работы Headhunter составили подборку самых интересных и необычных предложений на рынке труда в Сибири. Например, в Новосибирске ищут оператора вибростола. Причем его усилия обещают неплохо оплачивать. Получать на руки такой специалист будет от 40 до 60 тысяч рублей. В соседнем Омске открыли вакансию сотрудника по приему тележек. Правда, его зарплата куда скромнее. От 12 до 15 тысяч. Наряду с этим компании ищут ведущего специалиста-археолога, ихсиолога-гидробиолога, швейцара, блинопека и пивовара. Сотрудники сервиса говорят, что подобные предложения появляются нечасто. Берегите свое имущество. В прокуратуре проанализировали динамику преступности в регионе. В этом году число краж выросло больше, чем на 11%. За 10 месяцев жители области нарушили закон 43 тысячи раз. Это почти на 6% больше, нежели год назад. Самый большой прирост показали изготовители и сбытчики поддельных денег. Количество таких преступлений выросло почти в полтора раза. При этом на 21% меньше зафиксировали убийств и случаев умышленного причаления тяжкого вреда здоровью. Стали больше уважать законы подростки. С начала года они совершили на 11% меньше правонарушений, чем годом ранее. Этот показатель прокуратура связывает с эффективной профилактикой. Это вся информация к этой минуте. Сообщать свои новости вы можете по телефону редакции 23810 и в социальных сетях. С вами была Алина Штоколова. Я не прощаюсь. Увидимся уже в середине часа. Хорошего дня. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Субтитры предоставил DimaTorzok Здравствуйте. Утреннее вещание канала ОТС продолжает новости. С вами в студии Алина Штоколова. В этом выпуске мы расскажем, как лазер поможет контролировать качество дорог, сколько новобранцев отправится служить на запад нашей страны и как много нужно отдать жительницам области, чтобы порадовать себя новой шубкой. Смотрим в будущее. Сегодня в Новосибирске под таким названием открывается форум инвалидов по зрению. В нем примут участие около 60 молодых людей с проблемами зрения из Новосибирской, Кемеровской, Московской областей и Алтайского края. В течение двух дней вместе со специалистами они обсудят вопросы реабилитации и адаптации незрячих людей и проведут психологические тренинги, которые помогают развить коммуникативные навыки. Кроме того, на форуме представят современные технические средства, которые делают жизнь слабовидящих более комфортной. Оценивать качество дорог будут с помощью лазеров. В регионе тестируют новую систему сканирования полотна. Технология основана на компьютерной обработке. Датчики дальномера фиксируют сигналы лучей, которые отражаются от поверхности. Они сохраняются в памяти устройства, как точки в трехмерном пространстве. Привязку к внешней системе координат обеспечивает спутниковая навигационная система. Система состоит из нескольких блоков. Один блок навигационный, один блок лазерные сканеры, один блок панорамные и дополнительные камеры. Система ведет одновременную съемку всех датчиков, пишет все данные на носители собственные, пишет с скоростью движения обычного автомобиля. До 110 км в час идет совершенно спокойно запись всего, что видит. Дальность до 450 метров от прибора. Записанная информация позволяет в дальнейшем в обработке в офисе получить фактически цифровой двойник пространства, то есть в данном случае будет цифровой двойник дороги, для дальнейших работ, в том числе по измерению объектов, по паспортизации, по контролю качества дорожного полотна. И к другим темам. Служить с удовольствием. До конца этого года 60 куйбышевских призывников отправятся войска. Исполнять воинский долг ребята будут в западно-военном округе, в основном в Москве и Петербурге. Как готовят будущих новобранцев к армейским будням, узнали мои коллеги. Им слово. Александр Селютин дипломированный специалист по эксплуатации электротехнического оборудования. Закончил политехнический колледж. Теперь готов идти в армию. Самое главное, чтобы командиры были нормальные. Все остальное, мне кажется, нормально решаем. В эту осеннюю призывную кампанию служить Отечеству отправятся 60 куйбышевских ребят. Комплектуются, как всегда, все рода видов войск. Преимущественно, конечно, сухопутные войска. Также комплектуются войска национальной гвардии, военно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения. Приоритет у нас в этот призыв. Основная масса уйдет именно на западный военный округ. Если у нас раньше распределялась основная масса на восточный военный округ, то этот призыв идет на запад, в сторону Москвы, под Москвой и Санкт-Петербург. Подготовке к армейской службе допризывной молодежи в районе уделяют особое внимание. Создан Центр военно-патриотического воспитания. Его выпускник сегодня успешно учится в Новосибирском военном институте войск национальной гвардии имени генерала Яковлева. Обращения с оружием уже знают, как стрелая подготовка, ношение военной формы одежды. И вот сегодня, буквально за полгода, он стал лучшим в военном институте по разборке и сборке автоматов, в которой всего полгода он учится. То есть ему учиться легко уже. По традиции, в Добрый путь новобранцев провожают на районном празднике. Служба небольшая, год, но легкости там никакой нету, ответственности много. Вот все призывники, которые уходили с Куйбышевского района, служили честно, добросовестно, имели огромное количество благодарностей. Служить так, как служили деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, и чью память сегодня свято чтут и берегут. Благодаря неравнодушным патриотам в селе Бергуль построили памятник воинам-бергульцам, погибшим в годы войны. Это была очень трудная, кропотливая, но нужная работа. И она выполнена была. Выполнена была с честью. И памятник сейчас к нему и идут, и едут отовсюду. За вклад в увековечивание памяти воинов-земляков Александру Бобину вручили медаль Покрышкина. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости УТС. Шубы из Чебурашки набирают популярность, причем интерес к одежде из эко-меха растет вместе с ценой. Аналитики популярного сайта объявлений выяснили, что в этом году россияне ищут искусственные шубы почти в два раза чаще, чем в прошлом. Спрос повлиял на стоимость. Сейчас за такие изделия просят на 9% больше, чем в прошлом году. Около 3 тысяч рублей. Несмотря на возросшую востребованность эко-шуб, продавцы не спешат снижать цены на натуральный мех. В нашем регионе они даже выросли на 15%. Этот показатель выше, чем в других городах страны. Сейчас купить шубку можно в среднем за 25,5 тысяч рублей. И это вся информация к этой минуте. Сообщать свои новости вы можете по телефону редакции 23810 и в социальных сетях. С вами была Алина Штоколова. Я не прощаюсь. Увидимся уже меньше, чем через полчаса. Удачного дня! Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Доброго дня! Доброго утра! В эфире канал ОТС Новости. С вами в студии Алина Штоколова. И в следующие несколько минут вы узнаете, сколько банкиров-нарушителей выявили в нашей области, зачем аграрий перебирают в зерно по крупинкам и как испорченный полет кота Виктора поможет бездомным животным. Взять справку, не выходя из дома. Пенсионный фонд сообщил о появлении нового электронного сервиса. Он позволяет получить документы, подтверждающие право на получение социальных услуг. Сделать это можно в личном кабинете на сайте ПФР. Всего у ведомства уже больше 60 различных электронных сервисов, полезных людям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кому трудно передвигаться самостоятельно. Они могут получить услуги фонда дистанционным, например, подать заявление о назначении ежемесячных выплат или получить информацию о пенсионном обеспечении. Чтобы пользоваться такими возможностями, нужно зарегистрироваться на портале госуслуг в любом из фериалов МФЦ или в территориальном управлении пенсионного фонда. Давать в долг не имели права. Банк России выявил в Новосибирской области 28 нелегальных участников финансового рынка за последние три месяца. Большая часть нарушений связана с незаконной выдачей потребительских займов. Черные кредиторы незаконно использовали в названиях своих фирм такие наименования, как микрофинансовая и микрокредитная компания. Маскируясь под МФО, они вводили в заблуждение потенциальных заемщиков. Также эксперты нашли две организации, которые откровенно обманывали своих клиентов. По сравнению со вторым кварталом, количество выявленных нелегалов-псевдобанкиров выросло на 20%. Что посеют аграрии в следующем году, решают уже сегодня. Специалисты проверяют качество семенного материала. Энергию роста, схожесть, каждое зернышко исследуют вручную. За процессом наблюдали мои коллеги. Для анализа берут только целое зерно. 50 граммов семян разделяют на целое, битое, дробленое, давленое. Отделяют пустое и сорняки. В данном случае пшеница чистая. Бывают какие-то загрязнения. Но здесь, в данном случае, видимо, проводилась химическая прополка. Поэтому перебирать такую пшеницу очень приятно. Практически нет никаких примесей. Из семян основной культуры формируют 4 пробы по 100 штук для проверки на всхожесть. Прокаленный песок с определенным процентом влажности высаживают семена. Затем помещают в холодильник на 2-3 дня. Оттуда в термостат, где температура уже плюсовая. Причем для каждой культуры индивидуальная. На пятый день проверяют энергию роста. На десятый – всхожесть. Если взошли 90% ростков, значит зерно хорошего качества. Вот это пшеница хозяйства Родина. Результаты, на первый взгляд, сразу видно отличные. Энергия прорастания. Проверили качество семян, рапса и льна, агрономы хозяйства Изюрова и Алексеевская, чтобы убедиться, культура пригодна к посеву. Вот это рапс фермера Изюрова. Тоже видно, что результаты очень хорошие. Энергия прорастания, всхожесть процентов пока не скажу, пока не посчитаю. Вот это лен, тоже очень хорошие результаты. Аграрии начали проверять качество злаков с первых дней уборки. 80% засыпанных семян уже исследованы. В этом году со схожестью вообще проблем нет ни у кого. Погодные-погодные условия. Вроде влаги было мало, а на посевные качества, наоборот, это хорошо работало. По результатам проверки аграрии получают сертификат качества. И он должен быть на каждый сорт злаков до начала посевной. После проверки им дается протокол, с которым они могут дальше собрать все нужные документы для получения государственной поддержки. Полный анализ засыпанных семян в хозяйствах Сдвинского района дал хороший результат. Из проверенных все кондиционные. Рута Келлер, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. Он не толстый, просто кость пушистая. Кота Виктора, которого из-за пары лишних килограммов не пускали в салон самолета, решили поддержать производители одежды. Они выпустили мини-коллекцию футболок, посвященную пушистому путешественнику. Шесть принтов показали хозяину кота Михаилу Галину, и он благословил запуск. Коллекция будет пополняться, и у нее есть особенность. Часть принтов можно редактировать, например, изменить текст, дополнить рисунок и адаптировать его под себя. Кстати, часть прибыли Михаил вместе с компанией передадут на содержание кошачьих приютов. Вся информация о собранных средствах и переводе их на благотворительность будет опубликована в соцсетях компании. Это вся информация к этой минуте. Сообщать свои новости вы можете по телефону редакции 23810 и в социальных сетях. С вами была Алина Штоколова. Я не прощаюсь. Увидимся уже в середине часа. Хорошего дня. Субтитры предоставил DimaTorzok Здравствуйте. Утренний эфир канал ОТС продолжает новости. С вами в студии Алина Штоколова. И в этом выпуске мы расскажем. На какой сайт обязательно нужно заглянуть, отправляясь в дальнюю дорогу? Можно ли хорошо отдохнуть в Новосибирске? И что за праздник сегодня отмечает главный дедушка страны? Дорожники региона перешли на усиленный режим работы. Контроль за областными трассами ведут круглосуточно. В этом им помогают особые установки. Вместе с камерами наблюдения в устройство вмонтированы компактные метеостанции. Благодаря им специалисты могут точно спрогнозировать, когда и на каком участке будет метель или появится гололед. Это необходимо, чтобы вовремя отправить на место снегоуборочные машины. Кстати, если вам предстоит поездка за пределы мегаполиса, на сайте территориального управления автодорог можно открыть онлайн-карту и посмотреть, очищена ли от снега та или иная трасса, какая там температура воздуха и качество дорожного полотна, а также есть ли на участке заторы. Хотелось бы напомнить, что телефон горячей линии управления автомобильных дорог 730. Если у вас по дороге оборвало какую-то механическую часть автомобиля, автомобиль не может дальше двигаться и вы понимаете, что ваше транспортное средство начинает замерзать по ходу движения, да, и возможны не совсем хорошие последствия для жизни и здоровья человека, лучше набрать телефон горячей линии, к вам будет направлена соответствующая техника и, по крайней мере, жизнь человека, который будет обращаться, будет вне опасности. Почему? Потому что его могут обогреть на месте, его могут доставить в теплый пункт, это кафе либо база подрядчика, для того, чтобы уже там по телефону он мог оперативно связаться с близкими и родными, либо с ремонтными сервисными службами для проведения ремонта на месте, либо вызовывать тягача. В столице Сибири особо нечем заняться. Во всяком случае, именно так думают ее жители. Аналитики составили ежегодный рейтинг 200 городов России, в которых комфортно отдыхать. Респонденты оценивали качество и доступность спортивных объектов и мест для отдыха в своих населенных пунктах. Затем для каждого города рассчитали средний балл. На первом месте рейтинга оказался город Кудрово в Ленинградской области с оценкой 8,2 балла. Нижнюю строчку занял Киселевск в Кемеровской области, у него 3,2 балла. Новосибирску жители присудили 6,1 балла. Наш мегаполис находится на 68-м месте общего рейтинга. Объединить веру и культуру удалось в Болотном. Город стал первой площадкой, где народный коллектив выступил вместе с представителями Искитимской епархии. Что из этого вышло, покажем прямо сейчас. Более 30 лет Алексей Силантьев посвятил музыке и пятый год руководит ансамблем в поселке Ленёво. В этом году коллектив празднует юбилей – 35 лет со дня образования. Менялся репертуар, участники коллектива, но основное направление – народные песни – оставались неизменны. В этом году ленёвцы стали выступать вместе с представителями Искитимской епархии. Через слова, через мысль человеческую доносятся до сердец. Много песен будет звучать Геннадия Заволокина. Это выбор не наш, это выбор нашего священника, батюшки Алексея. И также прозвучит народная музыка. Коллектив в своем поселке известен, выступает на православных рождественских праздниках. По вечному пути, по вечному пути, людская в небе проникла морога. Обычно участвуют светские коллективы, обычно они выступают. Церковь как бы редко светится в подобных мероприятиях, достаточно редко. Поэтому нужно людям дать понять, что мы тоже, как и все остальные, равны. Болотинский район стал первой площадкой, где коллектив выступал в таком составе. Народники ставят себе задачу до Нового года дать концерты еще в шести районах области. Следующий – Машкова. Кристина Лата, Андрей Новоселов, Новости ОТС. Его белая борода и красная шуба – символ исполнения желаний для всех российских детей. Сегодня Дед Мороз отмечает день рождения. Читается, что именно в 18 ноября на его вотчине, в Великом Устюге, в свои права вступает настоящая зима и ударяет морозы. Сколько лет главному волшебнику страны никто не знает. Известно только, что больше двух тысяч. За такую длинную жизнь он успел сменить несколько имен. Сначала дедушка был известен как восточнославянский дух холода трескун. Затем как персонаж сказок Морозка или Мороз Иванович. Сегодня в доме Деда Мороза откроют специальный почтовый ящик, куда люди отправляют письма и поздравления для именинника. Кстати, сразу после дня рождения он отправляется по российским городам, чтобы вместе с детьми зажигать огни на новогодних елках. У меня на этом все. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь в социальной сети Instagram. ОТС Нижнее Подчеркивание ТВ. Утро понедельника с вами провела Алина Штоколова. Информационную картину дня представят мои коллеги уже в 15.30. Не пропустите и хорошего дня.